Ключи от служебного автомобиля за успехи в работе. Североказахстанские полицейские подвели итоги 2017-го. Какие показатели удалось улучшить и кто заслужил награды за свой труд, расскажет Ксения Куценко. Таким большим составом полицейские региона собираются не часто. Сегодня в зале областного Акимата представители всех силовых структур области, ветераны ДВД и личный состав ведомства. Разговор о прошедших 12 месяцах. На территории области зарегистрировано 7295 уголовных правонарушений. Это снижение 19,2%. Раскрывание всего уголовного преступления улучшилось на 7%. Состояло 73% в 2016 году. В результате системы на работу улучшено показать раскрывание продавляющей большинство видов преступлений. Особо внимательно акцентировано на раскрытие разницы в расширении преступлений, в том числе, чего ли тяжкие и особо тяжкие. В течение 2017 года раскрыто 799 преступлений прошлого лет. Среди преступлений больше всего краж. Зарегистрировано свыше 4000 фактов. Это на 23% меньше, чем в 2016. За нарушение ПДД к административной ответственности привлекли 87 тысяч водителей. Сумма штрафов и транспортного налога в прошлом году превысила 2,3 млрд тенге. 73% этих средств выплачены. Помогают снижать преступность и увеличивать раскрываемость новые технологии. В Североказахстанской области установлено 977 видеокамер. Почти треть купили и подключили в прошлом году. Оказываются действия работе стражей порядка члены консультативно-совещательного органа. Наши маслехаты помогли добавить дополнительные средства, выделить на соседский присмотр. Это и вопросы по развязкам, которые мы поднимали, тоже через бюджет депутаты смогли решить. Криминогенная обстановка в области стабильная, говорят полицейские. Преступность снижается, растет раскрываемость, отмечает глава региона. Чтобы сохранить такую тенденцию, каждый год полицейскому ведомству увеличивают финансирование. Если в 2015 году в целом бюджет УВД составлял 4,4 млрд тенге, в 2016-м 4,7 млрд, то в прошлом году уже составлял 5,3 млрд тенге. В этом году, соответственно, также будет больше. Центры видеонаблюдения на базе отдела внутренних дел, это было впервые сделано по республике так, на уровне районов Макжан-Жумабаева, Казлажар. Эту работу надо продолжать. Наряду с успехами есть и те моменты, на которые стоит обратить больше внимания. Их обозначил глава региона. По категории тяжести преступлений, особо тяжкие, у нас произошел рост с уровнем прошлого года. 62 факта против 56. Рецидивность у нас еще пока, есть определенное снижение, но совершенные преступления рецидивными, то тоже вопрос возникает. Так ведь тоже надо поработать в этом направлении. Особо вопрос требует внимания, это профилактика бытовой преступности. Завершили заседание на хорошей ноте. Наградили лучшие отделы внутренних дел по итогам работы в 2017-м. Третьи – мусреповцы, вторые – увалихановцы, а победители – полицейские Жамбылского района. На территории нашего района за 2017 год не зарегистрировано ни одного тяжкого или особо тяжкого преступления. Таких видов, как разбоев, грабежей, вымогательство, мошенничество не было зарегистрировано совсем. Стабилизировалась обстановка также и по кражам чужого имущества. Награду подготовили для первичных ветеранских организаций, которые были самыми активными в прошлом году. Это ветераны Петропавловского УВД. А также поздравляют сегодня Анастасию Свиридову. Она победитель в номинации «Лучший в профессии». Снизилась преступность и правонарушение среди несовершеннолетних. Многие родители привлечены к административной ответственности. По статье 127-й неисполнение родительских обязанностей, возгружены были уголовные дела в отношении родителей за детей, которые и пропускали школу, и не ночевали дома. За безупречную службу Анастасии вручили ключи от служебного автомобиля. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК.